МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Квест. От английского квест. Поиск. В Средневековье долгое и трудное путешествие героя, чаще всего рыцаря, за каким-либо предметом, обычно волшебным. Одним из самых древних квестов, оставшихся в памяти человечества благодаря бессмертным памятникам литературы, по праву могут считаться 12 подвигов Геракла. И действительно, все по законам жанра. И путешествие бесстрашного героя, и благородная цель, и многочисленные препятствия. Кстати, задачи квеста не обязательно должны иметь благородные мотивы. Это, возможно, личная выгода или даже преступный замысел. И тем не менее, с древних времен и по наши дни обязательные составляющие полноценного квеста остались прежними. Герой, цель и множество препятствий на пути к ее достижению. Если стремительно перенестись от древних героев к сегодняшним, то придется с сожалением констатировать, что наши современники совершают великие совершения преимущественно на просторах виртуального мира. В результате подвиги стали незаметнее в контексте истории человечества. Да и сами герои заметно помельчали. Впрочем, в последнее время ситуация начала меняться в лучшую сторону. Сегодня на пике популярности реальные квесты. Существует их великое множество. Есть как детские, так и взрослые, семейные, так и корпоративные. В принципе, схема игры достаточно проста. Это наличие героя, а также целей и препятствий на пути к ее достижению. Хотя нет, квесты претерпели все-таки какое-то изменение. Реалити игры стали коллективными. То ли Гераклов стало поменьше, то ли сами герои Гераклы стали помельче. А может быть мысль совершить подвиг охватывает все большее количество людей. Но это все в теории, а нам пора начинать. Героев, которые отважились вступить в первую схватку, сразу же набралось на две полноценные команды по четыре человека в каждой. Участники первой – журналисты зачета. Уже хорошо знакомы зрителю по выпускам нашей программы. Команда, кстати, недолго думая, оставила себе родное название. Лица у наших участников медийные, но в предстоящем испытании это не главное. Сегодня ставка на выносливость, эрудицию и характер. А потому имеет смысл познакомиться поближе. Алексей, теле- и радиоведущий, 30 лет. Эрудирован, начитан, пытается потолстеть и мечтает завладеть миром. Вера, тележурналист, 31 год. Без ума от Тосканы, мечтает овладеть всеми асанами йоги и посетить Новую Зеландию. Татьяна, радиодиджей, 35 лет. Худеет, танцует фламенко, поет караоке. Александр, 29 лет, тележурналист. Копит на воздушный шар и без ума от бильярда. Вторая команда смельчаков подобралась почти сразу же, как на сайте была опубликована анкета участника квеста и условия игры. Завидная оперативность, очевидно, и легла в основу названия команды. Насколько стремительной в итоге окажется команда, покажет время. А пока есть возможность познакомиться с каждым из ее участников. Алексей, 27 лет, шоумен, режиссер, коллекционирует часы. Мария, 29 лет, дизайнер. Работает декоратором на мероприятиях «Главное хобби – работа». Дарья, 23 года, работает ветеринаром, увлекается йогой и фитнесом. Игорь, 27 лет, арт-менеджер развлекательного центра. Увлекается автомобилями и клубными вечеринками. Первая презентация состоялась. Сейчас самое время командно встретиться лицом к лицу. Где же наши сопернички-то? Маша, очень приятно. Маша, приятно. Алексей, Алексей. Давайте сразу вдвоем. Мы команда «Зачет». Тигр, Лес и Коёт. Видите, как вы подготовились. У нас было много названий, но мы решили. Стремительная рысь. В лесу котенок – это рысь на лапках когти. Берегись. О, вот это мне нравится. Замечательно. В мире животных. Всего Лес, Коёт, рысь. В мире животных. Замечательно. Ух ты. Опасно как-то. Итак, шеребий брошь. И уйти сейчас, значит, передать. Я посланник времени. И наша следующая встреча может состояться только тогда, когда у вас хватит ума решить мою первую задачу. Лучшим из лучших. Победителям в этой непростой схватке достанется награда, которая для вас, без страшных искателей приключений, окажется дороже любого золота. А это значит, что самым умным из вас в скором времени придется оставить родных и близких работу и насиженные места и отправиться в новое путешествие за тайной историей. Сегодняшнее наше испытание будет не из легких. Сначала, если вам повезет, вам предстоит посетить три места нашего славного города, в каждом из которых вас ждут нелегкие испытания. Если вы пройдете их, вы получите на руки части головоломок. Собрав все части воедино, вы должны будете что-то найти и что-то получить. И, впрочем, обо всем этом вам придется догадываться самостоятельно. Но для начала нам надо выбрать, кто в это путешествие отправится первым. И не тяжелее. Сделать это может любой из вас. Но помните, начать первым не значит оказаться лучшим. В нашем путешествии только самые умные окажутся первые. Вот вам моя подсказка. В каждом месте, куда бы ни забросила вас сегодня судьба, ищите знаки. И если вы найдете их, вы в нужном месте и на правильном пути. Проспородаста Через стернии звезды Я правда Здравствуйте, команды. Я так понимаю, что все немного похоже на сказку, но это всего лишь начало. Сейчас вам предстоит жребий, и мы определимся, кто первый начнет выполнять задание. Хотя на самом деле это ничего не меняет. Первый начнет выполнять задание на полтора часа раньше. У каждой команды будет свой секундомер, который и определит, как быстро вы выполните свои задания. Ну а жюри, то есть я вместе с Хроносом, увидим, насколько правильно были выполнены эти самые задания. И если все будет успешно сделано, мы вас встретим в финале. Вот так вот, вот так вот, вот так вот. Номер один. Это хорошо. Кто бы сомневался. Команда зачет. Ваше первое задание. Сразу после жребия первая команда получает свое задание, от которого, по большому счету, зависит все. Предстоит угадать первый пункт назначения, и вот его зашифрованные координаты. В моих стенах истории дыхания. Найди меня, не посчитай за труд. Со мной рядом, в тени от деревьев, две речки, два фонтана, один пруд. Пока. Время действительно пошло. Еще до начала игры команды знали, что в их распоряжении будет предоставлен автомобиль. Однако, выиграть временное преимущество за счет нарушения скоростного режима у них не получится. Дело в том, что водитель, лицо, не заинтересованное. Или пока не заинтересованное. Ну что ж, вроде как, все и началось. Могу сказать, что использование автомобиля, это правильное решение команды. Ну а куда пойдут наши герои, сейчас и узнаем. Понятно, что после ошибки на этом этапе остальное уже не будет иметь никакого значения. Хотя это самое начало, и первое задание не должно оказаться сложным для участников. И так, время пошло. Гомель – замечательный город с большим количеством достопримечательностей и исторических мест. А вот музей, рядом с которым находится пруд, да еще он окружен двумя реками, всего один. Догадаться, честно говоря, несложно. И, как мне кажется, наша первая команда движется в правильном направлении. Направление действительно было выбрано верно. И уже через несколько минут после фактического начала игры участники первой команды оказались на месте первой локации во дворце Румянцевых и Паскевичей. Никакой особой рекламы этому месту делать не надо. Гомельский дворцово-парковый ансамбль – один из красивейших памятников архитектуры Беларуси. Сегодня уникальный музейный комплекс в центре Гомеля объединяет дворец Румянцевых и Паскевичей, часовню-усыпальницу, зимний сад, смотровую башню и великолепный старинный парк. С момента создания его история неразрывно связана с развитием города Гомеля. А вот насколько хорошо с этой историей знакомы участники первой команды, нам предстоит узнать прямо сейчас. Ну вот, настало время познакомиться с вами лично. Вы правильно угадали мою первую подсказку, впрочем, это было несложно. Дальше все пойдет по-другому. Задачи, которые я поставлю перед вами, будут непростыми. В вашей команде четыре человека. Кроме моих подсказок, за все время игры у вас будет три возможности преодолеть препятствия, не зная правильного ответа. Но для этого вы должны принести жертву. Вам нужно будет вовремя сказать, мы готовы принести жертву. Тогда один из вас останется без зрения, второй без языка, а в третий раз вы лишитесь одного человека. Но это единственный путь преодолеть препятствия и получить заветный приз. Если вы все поняли, мы можем начинать. Первое задание участники команды будут выполнять в зале торжественных приемов Дворца Румянцевых и Паскевичей. Сейчас это место дает представление о музее не только как о храме искусства и культуры, но и еще как о современном центре культурной жизни нашего города. Именно в этих стенах проходят заседания на республиканском и государственном уровне с участием послов и глав государств. Декором зала торжественных приемов служат портреты выдающихся деятелей политики, науки, искусства и духовной жизни, так или иначе, связанных с историей Гомельской земли. Перед вами 10 карточек. На каждой из них отпечатан факт из жизни и биографии, людей, портреты которых находятся в этом зале. Ваша задача быстро и четко выполнить задание. Время, которое я определяю на выполнение этого задания, 5 минут, я позволяю вам воспользоваться интернетом. Если вы вложитесь в это время и 8 карточек из 10 будут на своих местах, вы получите подсказку, которая поможет вам в дальнейшем преодолении препятствий. Если нет, подсказка останется у меня. Итак, начали! Вот условия первого задания для участников команды зачет. Кстати, при благоприятном стечении обстоятельств задачу с теми же неизвестными будет решать и вторая команда. Памятник этой осуры возведен на улице, названной в ее же честь, Ирининская. Это сверхзвуковой авиации. Я знаю, это сухой, сухой. Командовый парадом победы Рокоссовский. Рокоссовский, да. Рокоссовский. Это Ирининская. Да, Кирилла Туровский. Кирилла Туровский, создатель сверхзвуковой. Сухой, сухой. Рокоссовский. Сверхзвуковая авиация. А куда ставить? Сюда, сюда ставь рядышком. Вот, вот он. Вот он, давай, давай. Вот этот, да? Давай. А, вот он. Григорович, сюда, сюда. Все, все, мы справились. Но пока хронов не появился, значит, мы успели. Да, по-любому. Ну, раздевиз. А, команда за счет. Игорь, Лев. И Кайон. О, нормально. Как команда справилась с заданием и получат ли ее участники первую подсказку на руки, мы узнаем через минуту. Но для этого необходимо попасть в красную гостиную. Побежали. Идем, идем. Давай, давай. Ух ты, какой красивый потолок, какой красивый. Едва переступив порог этого зала, мы окунаемся в неповторимую атмосферу дворцовых покоев 19 века. Старинная мебель, бронзовые часы, оригинальная живопись. Все это проникнуто духом давно ушедшей эпохи. В красной гостиной участники команды будут искать нечто столь же неуловимое, как время. Аромат, который заключен в сосуд или емкость, и который будет необходимо найти. И в этом нам помогут некоторые факты из истории. Прежде чем вы получите второе задание, давайте подведем итог предыдущего. Вы порадовали меня. Все 10 карточек оказались на своих местах. За это вы получите подсказку. Вот так звучит моя подсказка. Маркетри – вид мозаики по дереву, при котором мозаичный набор выполняет из кусочков шпона разных пород древесины. После успешно выполненного первого задания на руки команде досталась подсказка. Осталась ерунда. Связать технику Маркетри с условиями второй задачи. А вот как они звучат. С древнейших времен люди окружали себя ароматами. Благовония использовались не только в парфюмерии, но и в медицине. Еще жители Древнего Востока заметили, что ароматы розы, сандала и лаванды, помещенные вблизи ложа, снимают нервное напряжение и помогают уснуть. Сегодня во всем мире славятся французские духи и туалетные воды. Но мало кто помнит, что во Франции парфюмерия получила развитие лишь в XVI веке при королеве Екатерине Медичи. Времени на выполнение задания у команды не так много. Всего 5 минут. В часах не может ничего быть? Нужно побыстрее тогда думать. Ну... Открыться нельзя никак. Ну почему вот это не может быть сосудом? А как сюда залить и выветрить? В смысле? Ну да, а потом выветривается. Это же благовоние. Смотрите. Вообще-то подходит. Ну, Маркетри по факту мы имеем только здесь и вот тут. Да. Все, у нас больше. Там я не знаю, как они сделали инсталляцию. Ну, я считаю, что... Инсталляцию. Пока команда зачет справляется с заданием во дворце румянцевых паскевичей, у нас есть возможность подсмотреть за действиями второй команды. Как и было заявлено в условиях игры, стремительные рыси начали свой квест на полтора часа позже. Паскевич. Ну... Все, мы побежали. Пока. Но это не помешало команде правильно выбрать место проведения первого испытания. Парк, 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 друзья. Румянцы паскевичу жгут. Все, и румянцы паскевичу. При выполнении первого задания во дворце румянцевых паскевичей второй команде тоже сопутствовал успех. Правда, они справлялись с заданием дольше команды зачет, но все же смогли получить бонусную подсказку. Пока команды идут практически вровень, но делать какие-то выводы слишком рано. Это только начало пути. Пора вернуться к команде зачет. Они как раз должны были найти или не найти. Ответ на второй вопрос Хроноса. А, может быть, королева, потому что корона. Спала и корона. Все, короче, давайте, определились. Ну, наконец-то, слава богу. Хронос, хорошо. Забегая вперед, скажем, что во время прохождения второго испытания стремительные рыси полностью оправдали название своей команды и сумели не только правильно найти ответ, но и сократить отставание от соперника. Вспомни, вспомните, Хронос говорил, что нужен сосуд. Сосуд. Ну, вот так, визуально такой. Но он не закрывает. Он не закрывает. Это же ровно масло. Да, ты вонючку в машину уже не закрываешь, что я повесила, она пахнет. Ну да, по сути, если он стоял в спальне где-нибудь возле кровати, сюда могли просто наливать, да, и он... Теперь зачетники идут впереди с минимальным опережением в 45 секунд. Домовая церковь, освященная в честь почитаемых в семье Паскевичей святых Иоанна Богослова и Елизаветы, особенное место. Именно сюда за молитвой и душевным покоем приходили прежние владельцы дворца. Внутреннее убранство церкви отличалось богатством икон, настоящих шедевров византийского, русского и западного письма. Среди предметов церковной утвари были украшены драгоценностями кресты, серебряные подсвечники, лампадки, облачения из парчей бархата церковной книги. Язык этих предметов глубоко символичен. И на заключительном этапе во дворце Паскевичей участники квеста попробуют его прочитать. Итак, мои смелые и отважные путешественники во времени. В этом зале вам предстоит отыскать некий предмет, на котором изображены лица, символами которых являются ангел, лев, телец, орел и рыб. Не просто отыскать, но и объяснить, почему именно эти символы использовались для изображения именно этих лиц. Вы можете использовать свои электронные игрушки, но помните про время. Его у вас осталось немного, всего 7 минут. И эти минуты начали свой отчет. Итак, ангел, смотрите, это у Матвея должен быть ангел. Ну, вон, ангел. Это символы евангелистов. Это, в любом случае, первая подсказка у нас идет какая? То есть это евангелие? Я есть благая... Я известь благая. Символ мудрости Христа. Мы с вами немного не то читаем, потому что здесь Иоанн, и с ним изображен ангел. Смотрите, да все правильно. Телец, лев, рыба, где в крайнем верхнем? Да. Короче, ребят, время у нас. Нам надо определяться с какой-то из трех. Значит, мы остановились вот на этом варианте. Мы искали по подсказке это евангелие. На престольное евангелие 887 года. Да. С помощью интернета, гугла, мы расшифровали значение символов. Это символы евангелистов. Значит, ангел символизирует миссию и посланничество в мире и Сына Божьего. Значит, лев символизирует могущество и царственность. Телец – это подчеркивание жертвенности, искупительности, служения Спасителю. Орел изображает высоту евангельского учения и сообщает в нем Божественные тайны. То бишь, если говорится фраза «Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель», и если каждую буквочку этой фразы сложить в одно слово, то получается греческое слово «Ихтус», то бишь, переводит рыба. Ответ участников команды «Стремительная рысь» оказался верным. Правда, получить его без помощи гаджетов было бы очень сложно. Команда «Зачет» без интернета также не обошлась, но задание решила, и подсказку из рук Хроноса ребята получили. Теперь все поставленные задачи во дворце румянцевых паскевичей команды выполнили. Правда, за разное время. Разрывы минимальные – всего 20 секунд, которые «Стремительные рыси» буквально вырвали у своих соперников. Можно двигаться дальше. Осталось только определиться с местом второй локации. И вот его зашифрованные координаты. Построено здание в стиле ампир. Для графа, чтобы летом комфортно он жил, и пусть он размером не бог какой весть, история города собрана здесь. Речь в подсказке идет о музее истории города Гомеля, который находится в каком-нибудь километре от дворца румянцевых паскевичей. Место расположения второй локации, видимо, никакой особенной загадкой для участников команды «Зачет» не стало. Судя по подсказке у входа музей, мы правильно добрались до места нашей второй локации. Это музей истории нашего родного города Гомеля. Кстати, само здание было построено в 1820 году, как гласит подсказка, в стиле ампир. И было возведено в системе усадебного ансамбля графа Николая Петровича Румянцева. Домик использовался для летнего проживания графа. После 1917 года здесь располагались различные государственные учреждения. А в 2009 году здание получило новую жизнь в статусе музея истории города Гомеля. В музее города игроки получили на руки карту музея и пустой листок плотной бумаги. Что означают эти два предмета, если соединить их вместе? Предстоит решить команде. Я понял. В какие залы нужно загадить вначале? Какой один хотя бы. Подождите. 45 градусов точно вижу. Что вот это такое? ТГ 2Х2. Сейчас я так посмотрю. 2ХТГ 45 градусов. Что такое ХТГ? Тангенс? Гугл вам допомогу. Так, это единица. Два. Со второго. Во второй нам нужно. Ну давай. А как туда? Конечно. А как туда идти можно? Через первый. Пошли. По планту, да. По планту. Три головоломки. Черторыйский, да. Здесь я не понимаю, что такое Радимичи. Что здесь вот означает? Нашим игрокам предстоит выполнить три задания. В первом задании им достанется текст из древней летописи с описанием обычаев Радимичи. Летописец, как и пристало автору того времени, с некоторой неприязнью описывает их ритуальные обряды. Во втором задании мы узнаем, какой подарок в 16 веке преподнес Гомелю князь литовский и король польский Сигизмунд Август. Ну а третье задание отнесет нас в более ранний период истории города Гомеля. В 1535 год. Инсигниурбис. Не переводится вообще никак. Инсигниурбис. Давай отдельно. Расшифруйте надпись. Переведи. Знакливая подпись. Ну да, понятно. Эрук похожа на траву. Трава. Нет? Сигнум. Сигнум. Подпись, знак. Не знаю. Радимичи и Вятичи из севера один обычай имели, да? Живо. Они жили в лесу, как звери, и братцы небываху в них, чего-то там... Нигриши, межу... А, они сходились на пляски и на бесовские песни. Инсигния, да, могущество... Могущественный город. Могущественный город. Вот и все. Давайте так и напишем. Урбис, по факту, это город. Переводится. Ну, урбис, да, на урбанизации. Город, город. Инсиг... Что это инсигню? Знак. Знак, знак, знак. Знак города. Что? Герб. Герб. А, то есть крест... А, вот, крест. Печать. 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 И на ней написано герб. Что это герб стал. Это стало, да. Да, точно. Крест был когда-то. Давайте. Герб. Герб. Пиши герб. В результате определенных усилий и не без помощи интернета команде зачета удалось перевести текст и узнать, что подарком Гомелю со стороны короля польского Сигизмунда Августа в 1560 году стала печать с надписью «Герб города», а также, что фамилия последнего на Гомельщине старосты была Чарторыйский. Послушайте, это было так сложно. Жили же предки, да? Кому мы завтракать-то? Ну, ну, вот. Крона, пожалуйста. Он уже не слышал. Это Герб, а это Чарторыйский. Ну что ж, дорогие друзья, переводчики неплохие. Поэтому я передаю вам обещанный бал. Мы не сумели донести послание из глубины веков. А теперь пришло время переменить дислокацию, куда вы направитесь сейчас. Вот в этом конверте. Пока участники команды зачет решают, куда направиться дальше, есть время узнать, как обстоят дела у их соперников. Вот мы и на месте. Стремительным рысям также безошибочно удалось определить место второй локации. При разгадке номера зала, в котором предстоит первое испытание, участники не сразу догадались, как связать карту музея с пустым листком бумаги. И потеряли на этой путанице не только уже полученное временное преимущество, но и дополнительные две с половиной минуты. Посмотрим, удастся ли им в такой патовой ситуации переломить ход игры. При выполнении первого задания временное преимущество зачетников усилиями их соперников было сокращено. Но крайне незначительно всего на 45 секунд. Результатов пока ни одна, ни вторая команда не знает и оптимизм по-прежнему на уровне. Как хорошо, что я положил деньги на интернет, а? Время идет, время, время. С этим подчерком можно в музей оставлять, очень похожие висят экспонаты. Посмотрим, кому дальше будет сопутствовать удача и догадаются ли участники второй команды, в каком зале музея их ждет следующее испытание. Мне никаких загадок отгадывать не нужно, я и так знаю, какое предстоящее испытание выпадет на долю наших игроков. Этот зал и смежные относятся к интерьерной части экспозиции. Нам также известно, что само здание музея относится к особняку городского типа. И в нем особенно уютно чувствуют себя интерьеры начала прошлого столетия. Этот зал-столовая – одна из излюбленных комнат начала 20 века в семейном быту, где любили собираться все. И посуда, и мебель, представленная в ней, относятся именно к этому периоду. Вы снова оказались в правильном месте. Вы находитесь в столовой. Здесь вы должны отыскать четыре черных пакетика, в каждом из которых спрятан предмет-подсказка. Собрав их воедино, вы должны объяснить мне, о чем идет речь. Загадка касается истории вашего города. Ну, вон в комоде спрашивается. Вон за бозоцветка. 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 И здесь и вон там. Найти спрятанные в столовые предметы оказалось делом несложным для участников команды «Стремительная рысь». Кстати, на это же у их соперников ушло больше на 40 секунд. Поэтому временное отставание, пусть и не стремительно, но сокращается. На руках у игроков оказалось четыре предмета. Ладья, печать, рысь и листок с надписью на латинском языке. Осталось всего ничего. Связать этого и Дина. Пашня. Отлично. Печать. Пашня. Рысь. Герб. Герб, да. А, ну наш герб, там же башня в виде, это там рысь. Да. Герб Гомеля. Так на чем мы останавливаемся? Герб Гомеля? Это предположение оказалось не единственной версией, и поиски истины заняли еще 40 секунд. Впрочем, для истины это совсем немного. У нас есть ответ, это герб Гомеля. Вы заслужили подсказку. Мезо, а из-за что? Смотри, тут не... Маша, иди сюда. Смотри, тут не ГС. Маша, иди сюда, ты буквы разбираешься. Где? Вот последнее И, или М, не могу понять. Мезо, Ниль. Вот, иди, вот они. Ну, не знаю, что и что. Настройка, вышка, полужилья. Ну, по сути дела, это... Место последнего испытания в Музее истории города Гомеля командой было выбрано безошибочно. Но так как участникам зачета выпало проходить его раньше, им и карты в руки. Что ж, молодцы, вот вам и мезонин. Перед вами диковинный аппарат. Вы должны зарядить его за 7 минут. За это вы получите дополнительные баллы. Просто зарядить диковинный аппарат, так знакомый многим по счастливому детству, недостаточно. И что? Тут никак не... Нет. А можно девочки попробовать? Подождите, девочки. Да это мужчины. Девушкам никогда не дают. На руки игроки получают основное задание, из которого необходимо узнать, как связана история Речи Посполитой, государство, в которое входил Гомель с 1569 года с главным героем увиденного на экране диафильма. Ага, давно на берегу съездил Шарманчин Карла. Когда-то он ходил шарманкой. Карл по городу и тем зарабатывал себе на хлеб. Теперь Карла старая, шарманка его сломала. Поэтому старый шарманчик очень обрадовался. Когда... Нам достались подсказки. Афера, министр и финансы. То есть что было связано у Городина с финансами? Он закопал деньги в землю. Может быть, кто-то от Речи Посполитой закопал деньги? О, финансовая афера Речи Посполитой. Ребят, сейчас. Тихо, давай. Может, у нее фамилия была какая-нибудь итальянская? Буратино. Буратино. Пиноккиов. Творянскую Речь Посполитую. Потрясли финансовую аферу не меньше от нынешней Речи Посполитой. Буратини, друзья мои. Буратини. Был такой реально мужчина Буратини? Да-да-да. Буратини или Буратини, не знаю. Короче, он был министром финансов. Короче, министр финансов. Буратини совершил аферу. Министр финансов Речи Посполитой, которого звали Буратини, совершил какую-то аферу. Правда, мы не узнали. Видимо, серьезную. Видимо, финансовую. Видимо, не маленькую. Видимо, Буратини. Это он. Да? Да! Здорово. Наш девиз. А, наш девиз, точно. Мы за отчет команда. Тигр, лев и кайон. Чуть позже, при выполнении этого же задания, команда стремительной рыси также попыталась воспользоваться услугами всемирной паутины. Но правильного ответа там не нашла. Пришлось полностью положиться на свою интуицию. И вот как у них это получилось. Поле, поле, поле чудес. Как связан Буратино с историей Речи Посполитой, с аферами министра финансов? Я думаю, что, смотрите, афера министра финансов. Это министр финансов, который провел аферу. Старабанного отбора. Нет, либо, нет, колеса Алиса и кот Базилия закопал деньги в землю. Ну что, типа того должно быть. Поле дураков. Я же говорю, может быть, что-то там такое связано, что он что-то организовал и, ну, типа, выражение такое «закопать деньги в землю». Что-то типа того. Ну, в этот вот период, да, времени? Да, да, да. А подожди, а что мы, почему мы с главным героем фильма? Главный герой Буратино? Буратино. Может, его звали Буратино или фамилия? Собейте, Буратино. Нет, ну, по логике давайте сходить. Я предлагаю вариант такой. Либо, либо, смотрите. Что министра звали Буратино. Нет, звали, не могли звать Буратино. Ну, может, фамилия у него была такая. Ну, фамилия, я имею в виду. Анатолий Буратино. Анатолий Буратино, да? А нет, это была речь «Посполитая», это может быть... А поскольку он провернул аферу, значит, у него были такие бандитские корни. Толик Буратино. Назовем его Буратини. Буратини. Ну, это единственный вариант. У нас есть подсказки, ну, там, не знаю, тогда кто-то из нас отправится. Давайте, потому что время, время. Мы считаем, что... Мы считаем, что связь диафильма и нашего вопроса, касаемого Речи Посполитой, заключается в том, что... Был такой министр финансов. В Речи Посполитой. Гомеле, во время существования Речи Посполитой Гомеле. По нашей версии, его была фамилия Буратино. Буратини. Буратини. Ну, производная от этого имени, потому что приключение Буратино... Останавливаемся на этом. Это правильный ответ. Что ж, вы прошли большую часть пути, но это еще не победа. Здесь место нашей следующей встречи. Вы должны расшифровать, а также две части главной головоломки. Я буду ждать вас там с нетерпением. Участники команды, как и их соперники примерно часом ранее, направились на место третьей локации. Главное, чтобы и этот выбор оказался правильным. Впрочем, пока Фортуна ни одной, ни второй команде не изменяла. Прежде чем выяснить, куда направляются наши герои, узнаем, кто в результате больше половины пути оказался впереди по преимуществу во времени. Ну что ж, пока очевидного преимущества нет, а вот и координаты третьей локации. На улице известного поэта история сражений тех воспета. И виден сквозь огонь кровавый народа нашего подвиг и слава. Если задания на месте первой и второй локации заставили наших игроков подумать, понервничать, поискать, то последняя подсказка порадовала, конечно, своей очевидностью. В нашем городе достаточное количество достопримечательностей и музеев. Однако музей военной славы только один. И он является конечным пунктом нашего маршрута. Команде «Зачет», как и их соперникам, предстоит проходить свое последнее испытание в Гомельском музее военной славы. Посмотрим, что из этого получилось. Начнем с «Зачета». Итак, мои смелые и отважные путешественники во времени. Вот вы и добрались до последнего пункта моей магической карты. Здесь вас ждут нелегкие испытания. Преодолевали вы, можете получить последнюю подсказку для нашей головоломки. Итак, не будем терять времени. Я дам вам три задания. Ответы на каждое из них находятся в разных местах, которые вы должны найти самостоятельно и уже без всяких подсказок. Вперед, искатели приключений! Так, ребята, все, читай задание. Найдите в витрине шлем периода Первой мировой войны, являющийся символом германского милитаризма, производившийся из кожи, затем плотной бумаги, прессованных картофельных очисток и даже из кожуры перезревших тыкв. Ого! Хорошо, я начала искать, где Первая мировая война, правильно? Кстати, ну, прессованная кожа видна. А, да, может быть, да, прессованная кожа, но это по структуре. Ну, тыкву и картошку я не вижу. Но это точно не тот шлем, это как-то железное. Это каска везде, каски и фуражка. Но это не шлем, вот шлем, это значит. Пока наши участники решают следующую задачу, несколько слов о месте, где все это происходит. Итак, Гомельский областной музей военной славы был открыт 2 июля 2004 года. А спустя практически год, 26 апреля 2005 года, был открыт полный музейный комплекс, который включал в себя стационарную экспозицию и открытую площадку. Кстати, стационарная экспозиция размещается в 8 залах на двух этажах, где отражен весь ход военной истории Гомельщины с древнейших времен и до наших дней. Покажите фотографию командующего одной из армий времен Великой Отечественной войны, принимавшей участие в освобождении Гомельщины, про которого Сталин однажды сказал, Горбатого только могила исправит. Может, у нее фамилия была Горбатого? Да по-любому, мне так кажется. Я слышал эту историю, только нужно найти. Вторая мировая война. Фотографию нужно найти. Это в этом зале будет? Скорее всего так. Так, это не здесь, это не здесь. Это не здесь. Много интересного, но это не здесь. Не здесь. А пославить не идти? Идите дальше. Может, посмотрим? Времени нет, друзья. Деревня круглая, смотрите. Так, кажется, наверное, я нашел. Это земля, да? Да. Так, это не здесь. Это не здесь. Нужно идти дальше, идти дальше. Так. Вот это уже ближе, наверное, к правде. А возможно. Давайте искать, Коля. Читайте. Вот. Рокоссовский. Рокоссовский. Селегин. Селегин. Руденко. Руденко. Вот он, вот он, Горбатый. Горбатый. Горбатый? Ну, это было нетрудно. Ну, в принципе, да. Найдите на открытой площадке вертолет, на котором главный герой фильма Мимино перевозил корову. Может, на улицу надо идти? Я не думаю, что так много вертолетов, и мы не найдем. Пошли. Пошли. На открытой площадке сегодня наших участников также ждет очередное испытание. Все дело в том, что здесь представлено более 30 видов военной техники 20 века. Есть экспозиция «Партизанский городок» и экспозиция в санитарном вагоне. Также в свое удовольствие можно пострелять в пневматическом тире. Это не вертолет, это самолет, это истребитель? Друзья мои, друзья мои, все гораздо проще. Мы имеем два вертолета, один из них кто-то правильно И это не этот. Почему? Это вот этот. Почему? Потому что я смотрел фильм. Все, тогда вообще понятно. Подождите, тут написано «Экипаж, один человек». Вот здесь сидел имено Вахтанки Кобидзе сидел здесь, и его снимали крупным планом. Забегая немного вперед, скажем, что участники команды «Стремительной рыси» без труда добрались до места третьей локации. Без проволочек решили два первых задания, сократили отрыв от соперника и перешли к третьему. «Нашли! Е-е-е-е! Мы нашли! Фу-у-у! Мы нашли горбатый АВ, командующий третьей армии, почетный режим ГОМ. Все правильно. Так, осталась третья, третья осталась. Третья. Найдите на открытой площадке вертолет, на котором главный герой художественного фильма «Мимино» перевозил корову, корову, вертолет. Пошлите на улицу. Как минимум на улицу. Побежали на улицу. Побежали, время, 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 время. Ну, вот вертолет. Один есть, второй. О, да, второй. О, да, большой. «Мимино» все помнят. «Чит-то грит-то, чит-то маргарит-то, да». А там большой или маленький был? Нет, маленький, он там маленький. Там гражданская авиация. Я точно не это. Гражданская авиация – это военная, это военная. О, вот тут все написано, ребята. Это Ми-8, а там был гражданская авиация. Смотри, смотри, легкий, многоцелевый вертолет, Ми-2. Ну, это же он. Нет больше вертолетов здесь на площадке? Тихо, тихо, подождите, музыка в салоне играет. Посмотри, кепки грузинские. Нет, нет грузинской кепки? Чит-то маргарит-то, да это он, конечно. Ну что, решили, да? Это легкий, многоцелевой вертолет Ми-2, который был в фильме «Мимино». Ура! Есть, есть, есть. Из всей представленной военной техники, которые экспонируются на открытой площадке, участники команды «Зачет» без труда остановили свой выбор на правильном варианте. В результате на руках у обеих команд оказались все три ключа главной загадки квеста. Хорошо. Жена. Памятник благотворительности. Ну, наверное, Паскевич, Ирина Паскевич. Конечно, конечно. Да, памятник ей занимался благотворительностью. Жена. В любом случае связана с историей города. Есть благотворительность и памятник. У вас есть благотворительность. Из истории у нас Паскевич. Ну, где мы были? Ирина. И памятник есть на Ирининской улице. Ирининская 16 против КЦХ там памятник. Соответственно. Наш ответ. Наш ответ правильный. Ирина Паскевич. Мы думаем, Ирина Паскевич. Тигр, лев. И койот. Лисун, котенок, это рыся, лавка, гады, генис. Что ж, пора подводить итоги. Обе команды очень прилично справились со всеми испытаниями и, что не может не радовать, показали достойное уважение, знание истории родного города. Отставание команды стремительной рыси по времени оказалось настолько незначительным, что ведущий без тени сомнения присудил боевую ничью. Осталось выбрать из всех выигравших тех, кто получит главный приз и скоро отправится в новое путешествие за тайнами времени. Редактор субтитров А.Семкин